Внесение взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов вызвало у горожан настоящий бунт. Жители выразили свое нежелание платить деньги фонд капитального ремонта. Подробности узнаем в нашем репортаже. С целью выразить свой протест сотни горожан собрались в Центре культуры и досуга имени Горького. Несмотря на будний день и рабочее время, актовый зал был переполнен возмущенными жителями. Собрание открыл глава города Андрей Хлазаков. Проблема, по которой мы сегодня собрались, по вопросу организации капитального ремонта многоквартирных домов, у нас с вами в городе вызвал большой ашантаж, но не только в городе, по всей области эта проблема вызвала определенные вопросы. Ко мне, как главе города, пришло очень большое количество письменных, устных обращений с тем, чтобы мы от первых лиц, от тех, кто собственно занимается вопросами, связанными с капитальным ремонтом, организовали вообще городское собрание. Прояснить сложившуюся ситуацию с нашумевшим капитальным ремонтом специально приехала Светлана Баранова, которая является генеральным директором фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по Свердловской области. Тот же личный кодекс, который действовал до этого, когда вы на собрании собственников должны были принять решение, какой капитальный ремонт вы будете делать, сколько вы на это будете собирать. Средства за капитальный ремонт собиралась управляющая компания, либо собственники не активно принимали участие, либо не могли определиться по стоимости ремонта, либо управляющие компании были недостаточно порядочные, собирали деньги за капитальный ремонт, Мы все-таки его не делали. Все это привело к выводу правительства Российской Федерации, что ситуацию надо в форме поменять. Поэтому внесли изменения в жилищный кодекс. И что сегодня по жилищному кодексу мы имеем? Что всем капитальным ремонтом всех многоквартирных домов на территории Российской Федерации труд заниматься государственной организацией, которые будут собирать взнос за капитальный ремонт и, соответственно, ремонтировать дома. Поэтому на территории каждого субъекта Российской Федерации создан региональный фонд содействия капитальному ремонту. Что сделало правительство Российской Федерации? Оно сказало, что надо на уровне каждого субъекта утвердить взнос за капитальный ремонт, который будет обязательным для всех. По словам Светланы Павловны, на территории Российской Федерации большинство многоквартирных домов пришли в плачевное состояние, так как капитальный ремонт многоквартирных домов комплексно практически никогда не производился. В связи с этим на федеральном уровне была принята региональная программа капитального ремонта. В этой региональной программе капитального ремонта есть все ваши дома, все жители, которые здесь сегодня находятся. Либо администрация, либо на сайте фонда, либо на сайте правительства можно было найти свой дом и посмотреть, в каком году у него запланирован ремонт. Первые ремонты начинаются с 2015 года. Однако некоторым капитальный ремонт придется ждать долго, так как региональная программа рассчитана на период с 2015 по 2045 годы. Поэтому владельцам многоквартирных домов необходимо определиться, каким образом они будут накапливать средства – самостоятельно для своего дома или собирать в общий котёл. Если же средства пойдут в общий котёл, то они будут перечисляться на счёт регионального фонда. Если же самостоятельно, то члены товарища, собственников жилья могут открыть свой улицевый счёт. В соответствии с жилищным кодексом есть ещё один способ так капитально ремонтировать свой дом. И причём многие жители Свердловской области этим способом воспользовались. Это надо было на собрание собственников принять решение, что мы будем формировать фонд капитального ремонта на своём отдельном специальном счёте дома. Для этого надо провести собрание и данное решение принести в ремонт. Если у домов есть юридическое лицо, в виде кассажириста и какого-то другого кооператива, они по сути сами могут пойти в кредитную организацию в банк и открыть данный спецсчёт для своего дома. Потом документы, протоколы уведомления предоставить в госжилу инспекцию. И это она ведёт в реестр домов, кто сам формирует фонд на своём доме. На сегодняшний день в области таких более двух тысяч многоквартирных домов. Это вот есть ещё такая форма формирования фонда. Но в данном случае вы сами на собрании собственников принимаете решение, кто будет вам начислять и собирать эти взносы. Вы сами на собрании собственников будете принимать решение, кто и когда вам будет капитально ремонтировать дом. Вы будете выбирать подрядную организацию. Вы будете подписывать акты выполненных работ. То есть вы на себя полностью берёте всю ответственность за состояние своего дома. В общем, если вы нехитрым умножением помножите площадь квартир в своём доме на 6 рублей 10 копеек, вы поймёте, сколько в месяц вам начислят. То есть, по сути, дома, которые ниже пяти этажей, они никогда сами себе на капитальный ремонт не накопят. Почему здесь ещё и появилась государственная структура? Потому что государство сегодня готово помогать и дофинансировать капитально ремонтных и квартирных домов. Если дом новостройкой свыше 12 этажей, но у него ремонт стоит через 30 лет, вот на таком доме есть смысл самим собирать, открывать свой стучок и самим копить. Светлана Павловна также пояснила о том, как будет проходить процедура капитальных ремонтов. Региональный оператор выставляет платежные документы жителям на капитальный ремонт 6 рублей 10 копеек, собирает данные взносы и в соответствии очерёдности ремонтирует капитально все дома, которые есть на территории Святойской области. По сути, эта схема такая, как касса взаимопомощи раньше была. Все платят, в этом году ремонтируем один дом, все платят, в следующем году ремонтируем другой дом. По краткосрочному плану капитальных ремонтов по области в 2015 году планируется провести работы в 1184 многоквартирных домах. При этом в первую очередь будут ремонтировать все здания, которые в этом больше всего нуждаются. Фонд содействия капремонту полностью отвечает за проведение капитального ремонта тех домов, которые находятся на счёте регионального оператора. Несмотря на то, что средства собираются, как говорится, на один счёт регионального оператора, учёт фонда капитального ремонта ведётся в разрезе каждого многоквартирного дома, каждого муниципального образования, вообще каждого лицевого счёта. То есть, по сути, собственники многоквартирного дома всегда имеют право знать. И тут узнать, на сайте у нас будет такая функция, как найти свой дом. Сойдя на страницу своего дома, вы будете знать, сколько по вашему дому начислено сносов за капитальный ремонт, сколько собрано, сколько задолженность, в каком году стоит ваш дом в капитальном ремонте. Также Светлана Павловна пояснила, что входит в капитальный ремонт многоквартирных домов. Что такое капитальный ремонт многоквартирного дома? Это комплексный капитальный ремонт, куда включаются пять видов капитального ремонта. Это полная замена всех внутридомовых инженерных систем. Это КВС, КВС, отопление, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, световый. То есть, это полная замена. Демонтаж и монтаж нового. Это капитальный ремонт кровли, фасады, фундамент и подвального помещения. То есть, по сути, это комплексный ремонт дома без заселения граждан. Напомним, что с 1 ноября 2014 года жители Среднего Урала начали уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Размер минимального ежемесячного взноса на 2014 год утвержден правительством Серовской области и составляет 6 рублей 10 копеек за один квадратный метр общей площади занимаемого помещения. Наши с вами права и обязанности, они прописаны в договоре. То есть, с первым взносом, с первой квитанции, обязанность по уплате взноса всех собственников на территории Свердловской области, она возникла с 1 ноября этого года. То есть, наявость в квитанции. На основании этой обязанности мы заключили договор с расчетным центром на выставление этого взноса в одном платежном документе для удобства граждан, да, ну, мультиквитанция, по которой вам удобнее по сути будет платить. Вместе с этим взносом на капитальный ремонт, который выставили в квитанции, еще направили вам договор на формирование фонда и проведение капитального ремонта. Данный договор, опять же, в соответствии с жилищным кодексом, он является публичным, он один для всех собственников многоквартирных домов, независимо от того, живое это помещение или магазин, либо это муниципалитет, у которого квартиры, мы знаем его граждан, да, или это федеральная собственность министрского обороны. То есть, договор публичный, он один для всех. Опять же, в соответствии с жилищным кодексом, это обязан собственникам данный договор подписать. Опять же, жилищный кодекс дает вам такое право. Вы его можете не подписывать и фонд не посылать, а просто оплатить взнос на капитальный ремонт. Если кто-то хочет иметь у себя подписанный договор с печатью, то можно получить его в офисе ИРКЦ по адресу улица Уральская, 54. После того, как Светлана Баранова подробно объяснила организацию региональной программы капитального ремонта, у жителей города была возможность лично задать интересующие их вопросы. На 60-ти квартирных 15 тысяч в месяц начисление будет по взносу капитального ремонта. На год это будет 150-200 тысяч, а ремонт кровли в таком доме стоит больше миллиона. Поэтому вы смотрите, насколько, как вы сами сможете накопить, отремонтировать свой дом. Региональная программа, поскольку туда входят все многоквартирные дома Свердловской области, и очередь выстроена по году постройки, да, то есть самые старые дома будут ремонтироваться в первую очередь, ну и так далее. Самый старый дом, который находится в региональной программе, с 1848 года постройки, который тоже никогда не ремонтировался. Поэтому меня точно так же, как и вас, возмущает, когда в региональной программе капремонта стоит дом, который с печным отоплением, с колонкой во дворе, с полетом на улице, и он еще подлежит капитальному ремонту. Мне кажется, вообще гребень в 21-м веке, какие дома ремонтируют. Поэтому мы говорим, те дома, которые попали в 15-й год, их 1200 многоквартирных домов, сейчас проектировщики у нас ходят и обследуют эти дома, и они тут приезжают, и они говорят, Светлана Павловна, вообще это зрелище не для слабонервных. Говорят, как вообще можно было такие дома включить в капитальный ремонт, когда, ну, там даже на крышу не залез, чтобы ее разобрать, не то, что отремонтировать. Поэтому специализированные проектные организации будут принимать решения, и вообще, насколько целесообразно вообще дома ремонтировать. Поэтому я так не думаю, я уверена, что часть домов, которые стоят сегодня в региональной стене капремонта, они уйдут под переселение. Но это меня радует. Очередь по капитальному ремонту домов, которые подлежат ремонту, они будут быстрее ремонтироваться. Что немаловажно, взнос на капитальный ремонт будет также подлежать льготам и субсидиям. Если у вас есть льгота 50%, то точно так же будете платить половину. Если у вас оформлены субсидии, то, по сути, увеличится только субсидия, да? Субсидии не надо объяснять. Поэтому этот взнос им, льготами по данному взносу, будет пользоваться всеми за исключением, у кого эти льготы есть, независимо от категории льгот. Я хочу сказать о том, что сам договор изначально, он нарушает наши с вами права. Давайте об этом будем говорить. 421 статья Гражданского кодекса говорит, мы с вами все свободны в заключении каких-либо договорных отношений и сделок. Мы свободны, поэтому вот тот договор, который нам обязаны, мало того, что мы его получили с опозданием на месяц, а в начале договора стоит дата 1 ноября, и с нас уже берут деньги, просят. То, если в соответствии с жилищным кодексом, с разделом о капитальном ремонте, вот весь раздел, который там много статей, там что сказано? Что за месяц нам должен быть выслан проект или, как говорят в законе, аферта. И мы ее должны обсудить, мы должны написать протокол разногласий, с чем мы не согласны. Чтобы меня не отменить, что я здесь говорю какую-то неправду от себя, Дима, я хочу вам зачитать статья 426 Гражданского кодекса. Это главный у нас закон. Публичный договор. Что есть? Что является публичным договором? Так вот, публичный договор признается договор заключенной коммерческой организации, устанавливающей ее обязанности по продаже товара, выполнению работ или оказанию услуг. Фонд нам услуг никаких сам не будет оказывать. Фонд собирает деньги. Закон рассматривается в совокупности. 421 статью уберем. Это свобода договора. Дальше мы смотрим публичный договор. Это не для нас. А уважаемый региональный оператор, включите нам договор. Вот это бумажка. Это не договор, это не документ. Это бумажка. Без роду, без племени, без подписи, без печати. Без расчетного счета. Так вот, я хочу сказать, что 445 статью ее включили они и включили в пугалку. Нас запугали. Первое, что там еще, я обратила внимание, нас, вот нашу инициативную группу по защите прав собственников жилья возмутила, что до 10 числа дальше вам счетчик включают. Извините, у нас пенсионеры получают последнюю пенсию 24 числа. Сегодня вся страна встала на дыбы об этом злополучном капитальном ремонте, сборе денег. Это вообще какая-то афера в маршапах государства. Люди ее еще МММ называют. Что по сегодняшней ситуации, допустим, меня бы устроило? Меня бы устроило то, что господин Путин Владимир Владимирович, президент нашей Российской Федерации, взял бы своим полевым решением, обязал банки дать под 2-3 процента долгосрочные кредиты. Сегодня наш бы дом взял кредит, значит, отремонтировал по сегодняшним ценам и 30 лет выплачивал бы этот кредит по 3 процента. Сегодня, сегодня так работает автономия Татария. Они с 2008 года ремонтируют прекрасно дома. Они тоже в нашей Российской Федерации. То есть сегодня жилищный кодекс, как я уже говорила, он вам дает такое право. То есть вы на собрании собственников принимаете решение, что мы будем формировать фонд и сами делать ремонт. Это и дано вам право, оно у вас есть. Давайте сделаем из вас без таки лотный проект, где каждый дом выберет и откроет счет своего дома и будет сам его ремонтировать. Такое право есть и почему такое возмущение? То, что касается кредитования, это тоже уже предусмотрено жилищным кодексом. И как раз те собственники, которые открыли свой счет, они могут являться инициаторами кредитования. Светлана Павлова пояснила, что фонд создан для тех собственников, кто не хочет ходить на собрания и заниматься организацией капитального ремонта. По ее словам, для того, чтобы произвести капитальный ремонт стандартного 60-квартирного дома, необходимо порядка 10 миллионов. Светлана Баранова отметила, что исходя из собственного опыта, двух-трехэтажные дома никогда не соберут на капитальный ремонт и не смогут его сделать самостоятельно. Поэтому, если у вас такое желание есть, делать самим, копить самим, брать кредиты, да, пожалуйста, жилищный кодекс есть, все в ваших руках, тогда я не понимаю, какой негатив. То, что на сегодняшний день, допустим, у вас вызывает негатив те кредитации, которые вам выставили, вы хотите сами. У вас в любое время есть такое право принять решение и сменить способ формирования фонда. На сегодняшний день, после окончания срока выбора формы формирования фонда, у нас уже порядка 10 протоколов, когда собственники хотят уйти от регионального оператора на свой спецсчет. Никто же не запрещает. Для этого надо принести фонд в протокол собрания и открыть этот спецсчет только и всего. Завершилось же массовое собрание протеста. Горожане решили проголосовать, кто будет платить взносы в фонд капитального ремонта, а кто нет. Протестующих оказалось абсолютное большинство. Уважаемые жители города, минуточку, вот сейчас мы все с вами выслушали. Выслушали региональные представители, все заслушали. Помните, мы платили страховые взносы от соцстраха? Вы кто-нибудь страховки получали, которые когда-то много лет? Пропали? Пропали. Пропали. Давайте сейчас по региональному фонду. Давайте будем голосовать, как жители города Азбеста. Кто будет платить вот это за капитальный ремонт? Кто будет платить? Руки подняли. Кто будет платить за капитальный ремонт? Кто против? Ура! Мы против. Однако ни голосование, ни массовый протест в данном случае ни на что повлиять не могли. Как уже говорилось ранее, собственникам многоквартирных домов необходимо определиться, каким образом они будут накапливать средства, самостоятельно отчисляя деньги на свой лицевой счет или же перечислять на счет регионального фонда. У жителей есть недоверие вообще к каким-либо новшествам, которые сейчас происходят у нас в России, да? Есть основания чему-то недоверять. Такое, так скажем, тоже есть у них основания недоверять, да? Я так думаю, что весь негатив, который остался, если он у них сегодня остался, то к концу 2015 года, когда капитальный ремонт тех домов, которые запланированы в 2015 год, мы проведем, они действительно будут. Вот тогда я думаю, что и мнение собственников поменяется в данной программе. Пирамида тут в принципе быть не может, потому что учет по каждому дому ведется отдельно, по каждому в соответствии с жилищным кодексом, по каждому лицевому счету, по каждому дому, по каждому муниципалитету. Региональный фонд капитального ремонта, опять же, в соответствии с жилищным кодексом, проверять может буквально все, кто имеет такие полномочия на проверки, без предупреждения, в неограниченном количестве раз, неограниченным количеством людей и неограниченным сроком. В соответствии с жилищным кодексом эта плата за живое помещение, она подпадает под такие же основания и законы, как плата за жилищно-коммунальные услуги. Если есть задолженность, то это в судебном порядке, как в принципе и любая задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Конечно, очень бы не хотелось, что вот такое недопонимание привело к тому, что капитальные ремонты выполнятся не в полном объеме или с опозданием. То, что касается ненадлежащего исполнения собственника своих обязательств по уплате взносов, эта пеня, опять же, она предусмотрена жилищным кодексом, который равняется 1,3 ставке рефинансирования. Пеня будет начисляться, поскольку у нас договора заключены агентские, да, с расчетными центрами, в каждом муниципальном образовании это разные расчетные центры, поэтому и пеня будет начисляться именно по той технологии, как начисляется пеня за жилищно-коммунальную квитанцию. И принято решение, что ноябрь-декабрь, тут где-то вот такие заминки, где-то в части нехватки баз по домам, где-то расчетные центры не совсем технически подготовились, поскольку сама квитанция по себе задержалась, поэтому на уровне фонда принято решение за ноябрь-декабрь, ну, пеню вообще не будем начислять. Те дома, у которых капитальный ремонт в 15-м, 16-м или 17-м, они тихонько к себе сидят дома, радуются и ни на какие собрания не ходят. Поэтому тем жителям, у кого капитальный ремонт будет через 10 лет, да, через 15-м или через 20, программ рассчитан на 30 лет, но только могу им посоветовать воспользоваться жилищным кодексом, тем правом, которое им дано, и принять решение о формировании фонда на спецсчете своего дома. Тогда они сами смогут ими распоряжаться в тот период времени, когда им это будет необходимо. Любой собственник может увидеть свой многоквартирный дом в региональной программе капитального ремонта. Для этого необходимо зайти на сайт www.fkr66.ru. Здесь размещены образцы типовых документов и рекомендации по их заполнению, среди которых договор о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Анастасия Самарина, Сергей Шелковкин, Тимофей Хлебников, Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова